8 августа. В связи с 65-летием первого заседания Парламентской Ассамблеи Европы в Государственной Думе с заявлением выступил спикер Нижней Палаты Парламента Российской Федерации Сергей Нарышки. Добрый день, уважаемые коллеги. 65 лет назад Парламентская Ассамблея Совета Европы провела свое самое первое заседание. Я поздравляю всех действующих и бывших членов Парламентской Ассамблеи Совета Европы с этой исторической датой. Она особенно значима сегодня, если вспомнить, ради чего создавались и Совет Европы, и его Парламентская Ассамблея. В уставных документах говорится не только о защите духовных и моральных ценностей, но и о верховенстве права как базовом принципе истинной демократии. Между тем, этот год показал, что большая группа депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы забыла о ценностях права. И мне искренне жаль, что наши общие и демократические идеалы, и ценности, и принципы, в том числе принцип открытого диалога, отныне подорваны. Об этом свидетельствует и такое стойкое нежелание ПАСЭ слышать все мнения относительно причин и способов преодоления кризиса и прекращения гражданской войны на Украине. А лишение российской делегации права голоса в ПАСЭ, безусловно, не говорит в пользу свободы выражения мнений. А так называемые санкции против России, предпринятые в том числе и рядом стран Совета Европы, не имеют ничего общего с верховенством права. Они нарушают базовые принципы свободного рынка, противоречат всему предыдущему опыту европейской демократии и являются ничем иным, как инструментом внешнеполитического шантажа. Что же касается мер, предпринятых Россией в отношении стран, инициировавших или поддержавших антироссийские санкции, то они носят подчеркнуто ответный характер в целях обеспечения безопасности наших граждан и государства. Это не наш выбор, это вынужденная мера, но я очень надеюсь, что здравомыслящие, разумные европейские политики осознают всю абсурдность и опасность дальнейшего раскручивания санкционной спирали. Возвращаясь к теме Парламентской Ассамблеи Совета Европы, я добавил бы, мне жаль, что свое 65-летие Парламентская Ассамблея встречает в условиях, когда сама же растрачивает имидж такой основательной, солидной и авторитетной международной парламентской организации. Я же, со своей стороны, продолжаю поддерживать контакты с руководством Парламентской Ассамблеи, с руководством политических групп и экс-спикерами ПАСЭ. Сейчас прорабатывается вопрос о моей встрече с действующим председателем Парламентской Ассамблеи. Буквально два дня назад я получил приглашение от госпожи Анна Брасер, председателя ПАСЭ, принять участие в заседании президентского комитета Парламентской Ассамблеи, который состоится в начале сентября в Париже. Я, скорее всего, приму это приглашение. И, безусловно, мы подготовим конкретные предложения не только о дальнейших взаимоотношениях с Парламентской Ассамблеей Совета Европы, но и о мерах для понижения градуса напряженности в Европе. Спасибо. Спасибо.